Сейчас так вот выходит, чинно читает, а вот мы сейчас нарушим традицию и Стефания Данилова приготовила что-то удивительное тут, я надеюсь. Пожалуйста, Стефания Данилова! Стефания Данилова! А что, нет, подожди, пока не зааплодирует, мы не будем. Ну что, включаете? Я буду немного скучать, как ты, мозгом, а не нутром. Когда на сердце скребут коты, буду идти к метро и стылый воздух хватать в ладонь. Словно ладонь твою. Нет, не читай меня от и до, лучше делись, боюй. Я буду считать корешки домов, которые ты прочел, как толпы, будто живых домов, украшенных кирпичом. К семи ветрам прилетать восьмой, проситься, просить, прощать, и письма, связанные тесьмой, станут мне как проща. Я буду считаться с твоим окном, спящим до вечеров, брать, отдавать ли, без всяких но, все или ничего. Будут тебе амфибрахи, ям или шкаф плотяной. Может, коронишь, она моя, шепотом за стеной. Да будет солнце тебе, маяк, и волнами за спиной. Словом, который находится здесь. Сейчас. А стих называется «Письмо». Куда, отвечаю конверту, в Тибет, такой-то затерянный город. Не веду, как обратиться к тебе, но строки щекочут мне горло. Стучись ко мне, Васькин, зеленый цветочек с несорванными лепестками. Нет, я не гадала, не ставила точек, не пятла взгляда от камер. Пиши мне своей акварелью погоду, хотя бы синоптиком ради. У нас не меняется все год от года, в сугробу при полном параде. Пиши мне, как реки в озера линяют, хоронится цвет под ресницы. Каких-то девчонок, что взглядом пленяют. Но кто из них мог бы присниться? А я тебе снилась? Не будем в этом. Я снов набрала на прокаты, в них все умирают. Кому диабета, кому-то инфракт миокарда. И ты стал моей сновиденческой жертвой. Но я умолчу в причинах. Мне лучше даются простые сюжеты о женщинах и о мужчинах. Мне проще ответить, за что было распятым Христос и зачем родились мы. Чем тратить листы этот номером пятым, тебе отвечая на письма. Скучаешь? Пробьешь по столешнице с керца и этот вопрос ты пропустишь. А я не скучаю. Нет, просто на сердце огромная серая пустошь. При выходе в свет надо очень следить за лицом распростертым морозом. А надо улыбочку, чтобы светиться, и надо осваивать прозу. А надо готовить смешные спагетти, сначала хотя бы по-флотски. Согласно зиме, одеваться как йетти, забыть про чулочки в полоске. И вспомнить, что сердце ничуть не важнее прокуренных иначе на легких. Решать методические своих упражнения, а восьмус не судьбу далеких. Пиши мне, когда оторвешь свой дел. Про суффикс, про аффикс, про инфикс. Надеюсь, ближайший почтовый отдел опять перепутает индекс. Стефания Данилова! Стефания Данилова! А, встаньте. Чего вырубили? Объясняю, Стэн. Значит, здесь происходит видеосъемка моего проекта «ТВ-поэзия-2012», а не съемка твоего клипа, который ты думаешь, что он идеально хорошо ложится на музыку. На мой взгляд, музыка уже шла отдельно, а ты читала отдельно. Поэтому для того, чтобы воспринять лучше твое стихотворение, попроси в музыку убрать. Понятно? У нас такой проект, мы тут и критикуем, и так далее. Кто-то не согласен со мной? Зря перебил, мне кажется. Все было идеально. Все было идеально. Ну, у каждого свое. Я считаю, что перебил зря, а вот по поводу мнения согласен. Чтобы было немножко затягивание. Стревать не надо было, а музыку не стоит. Нет, ну стревать — это концепция проекта. Мне кажется, что правильно немножко такое масло-маслое превращать. Однообразие пошло. Музыка отдельно, а Стеф читал уже отдельно. А? Трагедия в стиле программы от самых музыкальных. Нет, первый его стиль идеально вел на музыку, по-моему. А со вторым какие-то проблемы, некое однообразие возникло. Стефаня, у нас такой проект. Спасибо тебе огромное. Ну, можешь сказать. Я бы хотела пригласить народ, который здесь находится, на мой сонный концерт, который состоится 23 марта в пятницу в 8 часов вечера. Действие будет происходить в Никобаре. Это на Коломенской, 9, метро Владимирская. Повторяю. 23 марта в 8 часов Коломенская, 9. А день какой-нибудь день? Пятница. Ну вот, в пятницу Стефанию можем много рассмотреть. Спасибо Стефане, Данилову, аплодисменты. Абшет, вы хотели что-то сказать? Да? Вы хотите. Внезапно. Я что-то хотел сказать? Ну, вы хотите, да. Я бы читать хотел. Ну, давай, давай. А у меня стихи там, а я тут. Ну, иди возьми стихи. Спасибо. Пока Абшет берет стихи, мы спросим мнение Андрея Чевикова. Андрей, что ты скажешь? Когда музыка перебилась, я заметил, что в этих стихах есть некая игривость. Она без музыки, очевидно. Ну, в целом, очень мастеровитые тексты. Мне даже удивительно, что такое поэзия тебе в театр. Ты разбила, потому что меня перебили, я сбилась абсолютно. Да, да, да. И они образные, и говорящие. По-моему, там и художественный мир, и художественная идея на лицо, и образы хорошие. И такая современная поэзия. Я буду тебе афибрахи, ямфы, шкаф плотяной. Таких много у нее стихи. Ну, когда ты шла музыка, текст больше стал ощущаться, да? Ну, он немножко хуже. Может быть, она действительно сбилась. Ты ее перебил. Какая-то пошла игривость и даже кокетливость. Я не знаю, что будет, как до причтения глазами. Ведь ты же знаешь. Ну, я тоже не всегда бываю правду. Здесь пока я считаю, что я правду. Ну, вообще, я очень люблю. Хорошо, спасибо. Ну, ладно, ребята. Ну, ладно, ребята. У каждого в своем единии всегда знали.